МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональная автоматизированная система оповещения работает в случае возникновения в регионе чрезвычайной ситуации. На сегодня она присутствует только в Наринмаре. Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности планирует до конца октября расширить сеть, установить терминальные пункты автоматизированной системы в поселках Искателей и Красные. Под программой 1 программы добавлены расходы на расширение и содержание системы информирования и оповещения населения Аксион в размере 5 млн 281 тыс. Также в программу добавлены расходы на содержание поисково-спасательной службы. 4 млн 825 тыс. рублей планируется направить на закупку техники, моторных лодок и снегоходов. Дополнительные средства 5 млн 398 тыс. будут направлены на содержание казенного учреждения отряд государственной противопожарной службы. Также на заседании одобрили выделение средств на реконструкцию здания поисково-спасательной службы. Там планируется достройка третьего этажа для размещения центра обработки вызовов единой службы 112. Расширяется финансовое обеспечение и программа по развитию предпринимательства в регионе. Динансирование госпрограммы в 2017 году увеличивается на 11,9 млн. Дополнительные средства выделяются на предоставление грантов 9 млн, на предоставление микрозаймов 8 млн 207,7 млн на возмещение части затрат предпринимательской. Татьяна Лагвиненко отметила, в связи с тем, что в 2016 году финансирование программы пришлось сократить, прирост субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе был незначительным. В этом году округ поддерживает бизнес-сообщество, чтобы расширить долю самозанятых на рынке труда. У нас стоит цель создания целого слоя предпринимателей, связанных с занимающихся в том числе и переработкой, то есть создания прибавочной стоимости, не только торговли. Поэтому, что будет необходимо, какие средства будут необходимы, эти срочки будем увеличивать. Но это должны быть под конкретные проекты. Глава региона поручил предусмотреть в бюджете 2018 года необходимый объем финансирования, в том числе и для грантовой поддержки предпринимателей. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». За последние две недели три случая, когда в ДТП страдают пешеходы. Вообще, статистика этого года в части дорожной обстановки неутешительная. Аварийность увеличилась на 25%. За восемь месяцев 2017 года на территории Нинецкого округа произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека, пострадали 34. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции в местном отделе ГИБДД. Тему продолжит Алина Ваучейская. Обстановка на дорогах и кружной столице сегодня очень напряженная. С этих слов Александр Павлинов начал встречу с журналистами. Заместитель начальника госавтоинспекции сообщил, в регионе зафиксирован рост числа ДТП, совершенных пьяными водителями. Спокойность вызывает дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По итогам восьми месяцев у нас на сегодня произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В том году их было семь. Рост составил 14,3%, в которых два человека погибло. В том году также два человека погибло. И здесь получили ранения. Только за август 2017-го в окружной столице были задержаны 33 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за восемь месяцев этого года зафиксировано 188 фактов управления транспортным средством лицами в нетрезвом виде. Причем 35 из них повторно. А это уже 264-я статья Уголовного кодекса. Только лишают права управления транспортным средством на три года. Плюс можно и лишиться свободы. То есть уехать в колонии, поселение, либо получить более строгое наказание. На сегодняшний момент у нас уже есть случаи, что действительно людей привлекали к уголовной ответственности и лишали свободы. Получали люди реальные сроки лишения свободы. На сегодняшний день идет один процесс. В плане того, что гражданам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до трех лет колонии строгого режима. То есть и такие уже случаи у нас появляются. Чтобы хоть как-то снизить количество пьяных автолюбителей на дорогах окружной столицы, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды. Самое частое и массовое спецмероприятие «Нетрезвый водитель» было проведено 42 раза. Кроме того, автомобили ДПС ежедневно и в круглосуточном режиме патрулируют улицы Наринмара и поселка Искателей. Иногда полицейским помогают и неравнодушные жители региона. К слову сказать, ориентировку на одного из недавних нарушителей порядка дали именно бдительные граждане. Хотелось бы, конечно, обратиться к гражданам о том, что от них тоже мы ожидаем поддержки в плане того, что они могут сообщать нам на телефон дежурной части. Это, соответственно, телефон 02 и телефон 42126. О том, что если они видят, что какой-нибудь гражданин садится за руль и пытается поехать, чтобы они эту информацию передавали, и, соответственно, у нас дежурная часть оперативно будет направлять наряды в те места, где они увидели это, чтобы пресечь данное правонарушение. Также в ходе встречи был затронут вопрос о противодействии коррупции в органах правопорядка, в частности, госавтоинспекции. Здесь Александр Павлинов заверил, за каждым сотрудником ГАИ ведется жесткий контроль. В здании ГИБДД это камеры наблюдения, в патрульных автомобилях – видеорегистраторы, а в скором времени у инспекторов дорожно-патрульной службы и вовсе появятся нательные видеокамеры, которые будут полностью отслеживать работу сотрудников с момента остановки транспортного средства и обращения к водителю до составления протокола. С 2015 года по сегодняшний день фактов получения взятки сотрудниками госавтоинспекции по Нинскому автономному округу ни разу не был выявлен. Как вы спрашиваете, какие профилактические мероприятия проводятся? Ну, тут целый ряд профилактических мероприятий. Это такие, как у нас есть соответствующая служба ГСБ, которая на постоянном контроле держит, можно сказать, каждого сотрудника, за каждым осуществляется контроль с целью пресечения данных фактов. Обратил внимание Александр Павлинов и на изменения в правилах дорожного движения. Так, с 12 июля этого года запрещено оставлять без присмотра ребенка, не достигшего возраста 7 лет на время стоянки, то есть не более чем на 5 минут. За нарушение данного правила водитель может получить штраф в 500 рублей. Что касается перевозки лиц, не достигших 12-летнего возраста, здесь практически все осталось без изменений. По-прежнему младенцы до года должны перевозиться исключительно в автолюльке, малыши до 7 лет в автокресле, а дети постарше – до 12 лет с применением так называемых бустеров, в народе больше известных как треугольники. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На пост главы Андикского сельсовета претендуют два человека. Один из кандидатов, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом деревни Анди, Ольга Хабарова, отказалась от дальнейшего участия в избирательной кампании. Соответствующее заявление она принесла в сельский избирком 3 сентября. Как отмечают информагентства НАУ-24, со ссылкой на секретаря избирательной комиссии Немецкого округа Людмилу Тоскаеву, решение об аннулировании регистрации кандидата муниципальная комиссия приняла в этот же день. При этом Ольга Хабарова осталась в списках кандидатов на должность депутата поселкового совета. Таким образом, на пост главы андикского сельсовета осталось два претендента. Это нынешняя глава муниципального образования Валентина Абакумова, выдвинутая «Единой России», и пенсионер Петр Хабаров, самовыдвиженец. На семь мандатов в Совете депутатов сельсовета претендуют девять человек. Выборы в Андике и ряде других поселений региона пройдут в единый день голосования 10 сентября. Городской общественный транспорт перешел на зимнее расписание. Это связано с увеличением количества пассажиров в осенне-зимний период. По информации пресс-службы администрации города, зимнее расписание остается прежним. Изменения коснулись только маршрута номер 6. В связи с дорожными работами на улице Октябрьска автобус этого маршрута с 24 июля ходит по временной схеме. Напомним, общественный транспорт ТТП выполняет рейсы по городским и межмуниципальным маршрутам. Зимнее расписание будет действовать до конца мая 2018 года. С подробным расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте Наринмарского автотранспортного предприятия. В Наринмаре пройдет семинар по программе приграничного сотрудничества России и Европейского союза «Коларктик». Данную программу совместно финансируют Россия, Финляндия, Швеция и Норвегия. Семинар организован с целью привлечения большего числа потенциальных партнеров к участию во втором раунде подачи проектных заявок. На этот раз в конкурсе проектов к рассмотрению принимаются заявки, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение доступности регионов, развитие устойчивых сетей и систем транспортной связи, а также содействие приграничной безопасности, управлению миграционными процессами. Программа приграничного сотрудничества «Коларктик» позволяет реализовывать местные и региональные инициативы приграничных территорий восьми регионов из четырех стран. В России это Ненецкий автономный округ, Мурманская и Архангельская области. Потенциальными участниками и партнерами программы являются федеральные, региональные и местные органы власти, бюджетные организации, торгово-промышленные палаты, высшие учебные заведения, исследовательские институты и коммерческие организации. Для участия в указанных мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте «Коларктик». Там же можно подать заявку на индивидуальную консультацию. О космонавтике из первых уст. В Наринмаре прошел Всероссийский фестиваль «Арктика. Дети. Космос». В столице региона подводят итоги Всероссийского экологического фестиваля «Арктика. Дети. Космос». Он собрал больше сотни участников. Среди них профессора, сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и, конечно, Герои России, те, кто в свое время бороздил просторы Вселенной. Программа оказалась настолько насыщенной, что ее пришлось растянуть на целых четыре дня. Этот проект – уникальная возможность познакомить подрастающее поколение с космосом. Десятки встреч, мастер-классов, практические занятия, тематические площадки и многое другое. О последнем дне фестиваля расскажем прямо сейчас. Их утро начинается не в школьном кабинете. Вместо математики – познавательной астрономии. А тема урока – исторические вехи развития отечественной и мировой космонавтики. В качестве лектора – не учитель, а профессор, доктор технических наук. Анатолий Папуша рассказывает о первой в мире баллистической межконтинентальной ракете Р-7. Это уникальная разработка советских инженеров. Именно с ее запуском, по сути, началось освоение космоса. Сейчас вот уже, когда смотришь на высшее достижение, чтобы вы понимали, что высшее достижение – как раз вот эта гениальная разработка ракеты Р-7 с двигателем РД-107. Межконтинентальная ракета. Дальше – это совершенно невероятно. Была написана докладная записка, что если уменьшить полезную нагрузку, можно вывести на космическую орбиту летательный аппарат. А вообще главная тема такого неформального урока – профориентация современных школьников. Многие ребята в следующем году закончат учебу. Куда пойти дальше – вопрос, волнующий, пожалуй, каждого старшеклассника. Общение с известными людьми – лучший способ определиться с будущим. О профессии космонавт современному поколению рассказал Сергей Ревин. Он не забыл и об экологии, ведь эта тема – одна из главных на фестивале. Нашу Землю окружает, сохраняет вот этот тоненький-тоненький слой атмосферы. Ну, понятно, что есть еще радиационные пояса. Ну, по крайней мере, визуально видно, насколько беззащитна наша планета. Чем питаются астронавты, как их готовят к полету и сколько времени человек может находиться на орбите. Гагаринский урок – площадка для тех, кто о космосе хочет знать все и даже больше. Должна быть ротация какая-то, да? Так почему бы не ваши дети, которые здесь, точно так же, они такие же умные, как и в центральной России. Пусть они к нам приходят, мы с удовольствием их примем. Здесь немножко другие люди, они более открытые, что ли. Хотя я заметил, конечно, что и стеснительные немножко, да? Потому что девочки сегодня вообще ни одного вопроса не задали практически. Назовите фамилию космонавта, которому исполнилось 80 лет первым, вышедшего в открытый космос. Для тех, кто помладше, организовали игровую площадку. Задача школьников – правильно ответить на заданные вопросы. Особых сложностей у ребят не возникло. А здесь юным участникам фестиваля предлагают смастерить космические корабли с бумаги, торцевания, техника объемных поделок. Делаем ракету из таких вот бумажек. На пластике вот так вот накручиваем и клеим. Ну а тем, кому хочется чего-то более реалистичного, предложили попробовать свои силы на компьютерном мобильном тренажере. Пристыковать космический корабль к МКС, пусть и не по-настоящему, оказалось не так просто. Организаторы говорят, без теории миссия невыполнима. Он дает основы управления космическим кораблем во время возникновения штатной ситуации, при отказе автоматической системы стыковки, когда командир экипажа вынужден взять управление на себя и уже вручную стыковать космический корабль. Вот, есть два-четыре крестика, нужно попасть ближе к середине. Если вышел за пределы круга, то ты не стыковался. И скорость должна быть 0,15 метров в секунду. Всероссийский фестиваль регионного принимал впервые, стартовал минувшую пятницу. Сразу после школьной линейки участники собрались на открытом уроке мира. Привет из космоса ребятам тогда передал действующий экипаж МКС. Сергей Рязанцев и Федор Юрчихин пожелали успехов в новом учебном году и плодотворной работы на фестивале. Дорогие ребята, мы с высоты космического полета видим, как прекрасна наша планета Земля. Берегите ее, любите мир, цените жизнь, дарите добро, живите дружно. Всегда стремитесь достичь поставленной цели, несмотря ни на какие преграды. У вас все получится. Желаем участникам творческих успехов, плодотворной работы и уверенности в экологическом благополучии как Ненецкого автономного округа, так и всей нашей планеты. Сегодня же во время закрытия фестиваля организаторы подвели итоги международного конкурса рисунков. Его участниками стали порядка 200 человек. Работы победителей будут опубликованы в известных журналах. Олег Хатанзийский, Александр Дуркин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...